В то время как Ведьмак от Netflix продолжает свое падение на дно, так, например, рейтинг третьего сезона на гнилых помидорах у зрителей упал с 22 до уже 19% из 100, в это же время исполнительный продюсер проекта Томаш Богинский, который сейчас, видимо, перебрал на себя часть публичных обязательств Лорен Шмидт, продолжает сыпать цитатами одна одиознее другой. Так, если раньше Богинский сказал, мол, авторы Ведьмака специально превращали данный сериал в посмешище, потому что публика слишком тупа, чтобы понять точную адаптацию книг, то теперь продюсер заговорил о том, что Ведьмак это вообще нечто наподобие Джеймса Бонда или даже Бэтмена, так что от ухода Генри Кайвелла им только лучше. Кроме того, Томаш Богинский, по сути, выболтал то, как именно они собираются решать проблему с заменой Кайвелла Хемсфортом в сезоне номер 4. Обо всем этом, как и о том, появится ли в принципе хоть один новый сезон Ведьмачьей саги от Netflix, мы поговорим прямо сейчас. Итак, как мы сказали ранее, Томаш Богинский, исполнительный продюсер Ведьмака, в последнее время делает все более и более скандальные заявления. Так, на прошлой неделе все обсуждали Перлы Томаша, мол, они специально пошли путем упрощения сюжета, ведь современная преимущественно американская аудитория просто не смогла бы понять всего того, что написал Анджей Сапковский в своих книгах. Плюс Богинский также наехал на молодежь и ее увлечения соцсетями, сказав, что из-за этого им пришлось многое менять, ну типа, чтобы суметь удерживать внимание такой вот непостоянной публики, апеллировать к ее эмоциям и бла-бла-бла. Короче говоря, все тупые, а они в смысле авторы сериала красавцы. Почему только при этом количество зрителей, как и рейтинги данного проекта тает на глазах, большой-большой вопрос. Но это было лишь началом звездных спичей мистера Богински. Ведь сейчас продюсер решил обсуждать наиболее животрепещущий для фанатов Ведьмака вопрос. Вопрос того, что в новом сезоне у нас с вами должен появиться и новый Белый Волк. Все зрители, конечно, ожидали, что данная интрига хоть как-то разрешится уже в финале третьего сезона, в конце концов, сами авторы сериала нам это обещали, но создатели Ведьмака не соизволили дать нам хоть какую-то ясность, Так что публика осталась в неведении. Что же касается Томаша Богински, то, как ни странно, оказалось, что, по мнению продюсера сериала, замена Генри – это вообще не что-то из ряду вон. И что от этого сериал чуть ли не станет еще лучше. Исполнительный продюсер Ведьмака говорит, что переделывание Геральта было неизбежным, поскольку персонаж достиг уровня Бэтмена, Супермена и Джеймса Бонда. Томак Богински считает, что Ведьмак стоит рядом с Суперменом, Бэтменом или 007 с точки зрения влияния поп-культуры на данную историю и влияния истории на поп-культуру. Польское издание Выборче спросило, чувствовали ли Богински и команда что-нибудь, когда Генри Кавилл уходил из сериала Ведьмак, на что Богински ответил следующее. «После съемок третьего сезона я взял свой первый отпуск за 4 года. Я узнал об этом деле за несколько дней до официального объявления», – говорит Богински об уходе Генри Кавилла. «Я не хочу вдаваться в причины этого решения, потому что о многих вещах я узнал постфактум», – сказал продюсер. Генри был фантастическим Геральтом, но в истории поп-культуры есть много актеров, которые играли одного и того же персонажа, а сам персонаж менялся, продолжил он. «Я очень рад, что сериал был создан и стал таким популярным. Ведьмак уже достиг уровня агента 007, Бэтмена или Супермена. Может быть, мы надеялись увидеть его в новой версии только через несколько лет, но это случилось сейчас, и в этом нет ничего нового для культовых героев поп-культуры». Ну то есть соратник Лорен Шмидт, по сути, дает нам всем понять, мол, нечего ныть из-за ухода Кавилла, но он не останавливается на этом, продолжая развивать свою мысль. Бонд и Бэтмен открывают для себя что-то новое и интересное с каждым изменением внешности, «У нас есть время и Геральт в одной с ними лиге». Также Богинский часто подчеркивает, что Геральт важнее любого актера-одиночки, и что от замены исполнителей влияние данного персонажа типа не изменится. Очень спорное, конечно, утверждение. Да и что касается Джеймса Бонда или того же Бэтмена, никто не станет спорить, что выбор каждого нового актера был крайне важен для данных ролей. Тем не менее, Томаш Богинский пытается показать, что у них, как у авторов сериала, был некий долгосрочный план относительно Ведьмака в свете популярности Геральта, и хотя все тот же продюсер также подтверждает, что уход Кавилла так рано не был их планом, тем не менее он пытается убедить всех нас, что это абсолютно обыденная вещь, и, мол, ничего особенного не случилось. Что же, тут, конечно, есть с чем поспорить. Можно уже сейчас, кстати, писать свои мысли на данный счет в комментариях, а мы пока поговорим о не менее интересной и интригующей теме. Теме перехода роли Геральта от Генри к Лему Хемсфорту. Судя по всему, все тот же Томаш Богинский не удержался и таки разболтал, как они собираются все обстряпать в следующем сезоне. Одна из теорий того, как же все произойдет, заключалась в том, что сериал объяснит новый облик Геральта некой мультивселенной. Ведьмак действительно имеет множество разных миров, правда, в книжном лоре эти многие миры, называемые сферами, полностью отличаются друг от друга, и поэтому есть только один Геральт из Ривии только в одной из этих сфер. Данный факт уже оставил под сомнение вариант, дескать, Белый Волк в четвертом сезоне станет каким-то другим Геральтом из мультивселенной, но недавно Томаш Богинский также опроверг эту теорию. Правда, при этом, кажется, продюсер полностью подтвердил другую. Тут предупреждаю вас о некоторых спойлерах из книг, так что имейте в виду, а дальше слушаем прямую речь. Многие читатели книг забывают, что сделал Анжи Сапковский в пятом томе саги. Для меня это одна из самых важных вещей во всей истории. Я говорю не о конкретных событиях, а о той повествовательной структуре, которая была представлена в этой книге. Внезапно в начале книги мы узнаем, что все, что мы до сих пор читали, могло быть неправдой, говорит Богинский, тогда как остальная часть цитаты Томаша, кажется, указывает, как именно сценаристы Ведьмака изменят Геральта. Дело в том, что когда Богинский упоминает о большой революции, как он говорит Сапковского в пятом и последнем романе саги «Владычица озера», речь идет о нескольких отрывках, действия которых происходят через сто лет после завершения истории Геральта, Цири и Йеннифер. К тому времени история Ведьмака, Принцессы и Волшебницы уже стала легендой, и как и многие легенды, эта история распространилась по земле с множеством различных интерпретаций. В творчестве Сапковского есть только одна реальность, но поскольку это история из прошлого, то, что мы знаем, было отфильтровано разными авторами, историками, писателями и так далее, говорит Томаш Богинский. Может быть, это версия Лютика или еще кого-то, может, у Цири был другой цвет глаз, другой характер, и эти события выглядели иначе с точки зрения эльфов. Отвечая на вопрос конкретно о переделке, Богинский сказал следующее. Скажу так, я помню дискуссии еще во время выхода книг, 20 лет назад, когда вышла пятая книга, люди были очень разочарованы. Все перевернулось с ног на голову, и вдруг получилась какая-то постмодернистская игра с формой. Это должно было быть фэнтези, но превратилось в философский дискурс о природе реальности. В этом контексте мир, построенный Анджием Сапковским, кажется мне одним из самых гибких во всем фэнтези. Дальше Богинский продолжил. Например, в начале каждой главы есть цитаты из энциклопедии или из современных песен. Внезапно оказывается, что мы можем прыгать вперед и назад в этом повествовании, менять контекст происходящего и так далее. Я вижу, что происходит среди фанатов и как жестко они трактуют, что такое ведьмак, но правда в том, что способы интерпретации могут сильно различаться. Я считаю, что то, что было запланировано на четвертый сезон, соответствует книгам. Но я могу интерпретировать это иначе, чем тот, кто не может смириться с тем, что лицо Геральта изменилось. Мне очень нравится идея открытия четвертого сезона, а понравится ли она зрителям, посмотрим, говорит Богинский. Короче говоря, для тех, кто уже устал от многословия продюсера Ведьмака, что он, видимо, имеет в виду, говоря об их решении для Геральта на четвертый сезон. Богинский имеет в виду то, что может к новому сезону оказаться, что на самом деле вся история, которой мы ее видели сначала, была представлена и истолкована немного неверно или не точно. И что, скажем, какие-то элементы событий, как и внешность некоторых персонажей, тоже были переданы неверно. А раз так, значит, авторы сериала теперь в сезоне номер 4 типа исправляют эти неточности, приводя все к новому виду с новым Ведьмаком. Как по мне, довольно сомнительное решение. Уж лучше бы показать, что после схватки с Фильгифордсом, Геральт оказался изуродованным до неузнаваемости и позже Дриады Бракелона, его излечив, дали в итоге Ведьмаку новое лицо. Но, в конце концов, все эти концепции и планы не так важны, ведь пока что и вовсе непонятно, а будет ли этот самый четвертый или уж тем более пятый сезон Ведьмака, как планируется сейчас. В конце концов, если ранее нам говорили, что Netflix собирается снимать минимум 7 сезонов сериала Ведьмак, то уже в начале этого года данное число было уменьшено до 5, мол, а дальше посмотрим. Ну а еще позже, ближе к выходу третьего сезона и после его премьеры, и вовсе стало неясно, а есть ли смысл в принципе дальше выпускать сериал Ведьмак. С такими рейтингами и такими показателями, как сейчас. Тем более, что производство нового сезона откладывается из-за бушующего страйка сценаристов и актеров Америки, да и перспективы продолжения данной затеи весьма туманные. Как минимум, пока что этот вопрос очень сильно заботит боссов стримера, так что то и дело появляются разрозненные сообщения о будущем проекта. Скажем так, если обобщить множество слухов и инсайдерских отчетов, то четвертому сезону все-таки скорее всего быть, а вот уже пятый под громадным вопросом. И тут все будет зависеть напрямую от того, как зритель встретит нового Ведьмака. А пока что есть большие сомнения касательно того, что встреча эта будет радушной. Вот на этом мы на сегодня будем заканчивать. Пишите ваше мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на наш канал и на нашу телегу по ссылке под видео. И ставьте пальцы вверх. Спасибо всем, кто был с нами и всем пока.